Итак, вы считаете, что вы греческая богиня Гера? Почему именно вам кажется, что вы царица греческих богов? Мне не кажется, что я царица богов Гера. Я и есть Гера. Понятно. Почему же тогда вы здесь? Из-за моего диспатичного, все контролирующего мужа Зевса. То есть вы считаете, что ваш муж пытается вас контролировать? Вы вообще видели Зевса? Или читали о нем? Я читала о Зевсе. Но сейчас речь о том, что вы думаете о вашем муже. Ну, скажем так, наше нынешнее пребывание на Земле связано с его разрядом молнии. Разряда молнии? Его символом власть. Его способом что-то доказать. Понимаю. Он все еще царь богов, и так. Но вы больше не чувствуете себя в своем доме царицей. Царицей в моем доме? Не знаю. Просто... Просто ничего меня больше не радует. Я была когда-то царицей богов. Смертные страшицы у меня. А теперь все... Сейчас стало... Просто скучно. Приведите мне время. Каждый вечер повторяется одно и то же. Как обычно. Зевс! Кран сломан. Зевс! Ты обещал починить кран. И нечего орать на меня. Просто почини кран. Мы в основном молчим. Как прошел твой день? А потом мы ложимся в постель. Вы знаете, мужчина. Но даже это скучно. А с кем еще вы общаетесь? Я имею в виду, помимо мужа. У вас есть подруги, с которыми вы можете поговорить? Каждую неделю я играю с богинями Бридж. В Бридж с богинями? Да. Собираемся по четвергам с парой моих подружек-богиней и играем в карты. Не повезло. Так что я сказала ему, что он может вернуться, когда купит мне серьги в комплект к тому ожерелью, что уже подарил. Так предсказуемо. Ну, думать надо было прежде, чем дарить мне ожерелье без серег. Прошло столько лет, а мужчинам по-прежнему нужно только одно. Это лучше, чем работать. И Гефест ничего не говорит. Да нет, вот уже больше, чем тысячу лет. Но ты всегда пользовалась своей внешностью, чтобы получить все, что захочешь. Так что... Ты все еще злишься из-за того, что Парис выбрал меня как самую красивую? Конечно, нет. Зато я мудра и сделала успешную карьеру. Но признайся, вроде ты перевес был в твою сторону только потому, что ты предложила Парису Елену, самую прекрасную женщину на Земле. Ну что ж, Деметра, Афина может быть мудра во всех отношениях, но мужчины теряют мудрость, когда у них эрекция. Именно. Гера, милая, ты в порядке? Ты что-то очень бледная. Тебе надо заняться своим здоровьем. Ешь побольше овощей. Да-да, побольше зелени. И никаких муки и сахара. Это не мудро. Но для меня это только напоминание о том, как мы жили раньше. Ну что ж, я считаю, что у вас кризис личности. Что вы имеете в виду? Жизнь должна меняться. А вы застряли в какой-то приземленности. Вам хочется встряски, хочется чего-то такого, что вдохнет в основы и силы. С этой целью ваш мозг создал иную реальность, в которой вы – царица богов. В этой реальности ваш муж стал зевцем, и даже ваши подруги превратились в богини. И все это лишь для того, чтобы оправдать ваше незавидное положение и придать вашей жизни какой-то смысл. Но ведь даже в этой фантазии ваша жизнь продолжает быть утомительной и скучной. Я предлагаю вам начать сделать что-то из того, что вам нравится. Что вы любили делать до того, как ваша повседневная жизнь стала монотонной. Что-то, что вернет вас в те времена, когда вы чувствовали себя самой счастливой. В те времена, когда вы были собой. Что-то, чтобы стать такой, как раньше. Думаете только о своем счастье? Пора вам уже самой контролировать свою жизнь. Вернуть себе свою власть над жизнью. Стать опять самой собой. И даже больше. Сделайте что-нибудь сегодня, вот прямо сейчас. Вы сразу почувствуете разницу. Сейчас? Сейчас. Хорошо. Что происходит? Я делаю то, что обожала делать когда-то. Мстить любовницам моего мужа. Что? Вы знаете, этот женатый мужчина, с которым вы... Джим? Нет. Зеус. Зеус. Вы правы, доктор. Пора вернуть свою власть обратно. Я чувствую себя намного лучше. И не риск моему мужу. 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 И не риск моему мужу.